У Катерины очень много друзей в Евросоюзе, которые пишут что из-за отказа российских энергоносителей электричество стало практически золотым. В связи с этим ребята попросили меня собрать какой-нибудь генератор. Получился или нет? Давайте посмотрим. У меня есть небольшой складик где я храню запчасти для своих будущих самоделок. Эх мой любимый велосипед, в прошлом году я сломал раму, эксплуатировав велосипед не совсем по назначению. Рама алюминиевая, так что заварить к сожалению у меня не представляется возможным. Наберу других как показалось мне очень нужных запчастей для сбора педальной электростанции и в мастерскую Приступлю к разбору, заодно идея появится, может какие-то новые. Особого плана как будет выглядеть этот аппарат у меня конечно же нет, так что по ходу поступления проблем будем импровизировать. Время сейчас вот столько, соседи наверно классные сны видят. Конечно производить такие работы в домашних условиях не совсем удобно. Болгаркой я бы сделал это за несколько минут, а здесь мне пришлось потратить около 20 минут. Как говорится физический труд облагораживает мозг и предоставляет идеи для того чтобы задуматься. Как же все это упростить? Вторую опору я хотел сделать из руля. Выглядело бы это вот так. На свалке я нашел вот такую запчасть от какого-то тренажера. Крепление для перемещения в вашей пятой точке велотранспортным средством подошло как раз к этой трубе. Бывают же иногда такие интересные совпадения. Решил закрепить это соединение анкером по бетону. Если я правильно говорю это название. Конечно же такой тип резьбового расширительного соединения не предназначен для скреплений металлоконструкции. Время покажет. Попробую еще установить систему переключения скоростей. Не уверен, а нужна ли она вообще? Ну да ладно, мы же не ищем легких путей. А теперь надо зацепить сам генератор. Целую кучу гироскутеров я подогнал Александр из города Сочи. Из них я уже собирал такие самоделки как стационарный сверлильный станок с прямым приводом. Гира демона с колесами от легкового автомобиля. Если кто желает посмотреть видео есть на канале. Ну а ты советуешь что еще можно собрать? Я не стал изобретать что-то сверх естественное по закрепению звезды на генерирующее устройство. Ведь нагрузки здесь не совсем большие. Так что решил упростить задачу и закрепить всего тремя советскими болтами прямо на корпус предварительно нарезав резьбу. Да конечно тут можно было поэкспериментировать по подключению обмоток по схеме звезда или треугольник для достижения лучшего КПД. Но я этого не сделал почему увидите дальше по ходу видео. Изначально я хотел сделать крепление для колеса от гироскутера вот из этой напечатанной детали из моего прошлого видео. Но мне захотелось усложнить задачу и к счастью я вспомнил что когда-то уже крепил колеса. Крепление это было сделано из 4 головок для видеомагнитофона. Но почему бы и сейчас не сделать так же? Это те самые головки поперечно-строчной видеозаписи стоявшие в видеомагнитофонах у каждого из вас еще не так давно. Но сейчас это стал просто ненужный хлам. Так что можно позволить дать этим приборам вторую жизнь. Я уже использовал такой тип крепления в моем прошлом проекте под названием экструдер из мясорубки. Подсказка на видео должна быть сверху. Наконец-то пришло время ставить цепь и тут меня постигло разочарование. Звезды я снимал с советских приборов в надежде что такие изделия стандартные. Ну это какой-то *** вообще. Шаг зуба не тот. Как я так промахнулся? Как говорится не имей 100 рублей, а имей 100 друзей. Мне кажется что у моего приятеля Ивана есть просто все. Так что пришлось обратиться к нему. Ссылочку на канал Ивана оставлю под видео. Не забывайте переходить к нему. В общем глобальной переделкой по замене звезды мне не пришлось заниматься. Новая звезда как будто бы была создана для данного посадочного места. Приблизительно это будет выглядеть вот так. Ну а теперь давай зацепим тестовую электронику. Воспользуюсь трехфазным диодным мостом. Поначалу я хотел спаять мост из диодов шотки. Или есть еще круче технология из полевых транзисторов. Для скажем так сверх малых потерь. Но все таки подумал что в данном аппарате это будет лишним. Давайте покажу сколько можно накрутить на этом колесе. 12 вольт да легко. Например зарядить аккумулятор или подцепить инвертор 12-220 вольт. Но потоку можно отыметь от этого колеса. В среднем 2 ампера. В общем тема рабочая. Можно было уже рисовать последние штрихи. Поменять поменьше звездочку поставить. Запаять электронику. Сунул у меня прокатиться на велосипеде. И я нашел вот это. Да они часто попадаются в такие подарочки. Выброшенные на помойку. Это бесколлекторный двигатель. Это наикласснейший не только двигатель, а еще и генератор. Думаю что в будущем он у меня послужит не в одной самоделке. Например в ветрогенерации. Или как мотор для велотранспортного средства. Хочешь увидеть такие эксперименты? Обязательно подпишись и нажми колокольчик чтобы не пропустить. Да что бы я делал без дружище Владимира. У которого очень крутой парк. Из различных станков. Но дело тут даже не в станках. А в нестандартном подходе поставленной задачи. Которую с легкостью щелкает Владимир. Решил покрасить данный генератор. Придав более презентабельный вид. Ну и уже приступить к завершающей сборке. Минус у меня будет проходить по массе. Тем самым я сэкономлю на проводах. Диодный мост я все таки решил оставить этот. Уже не извращаясь с диодами шотки. Величайшее изобретение человечество изолента. Послужит для меня изолирующим диэлектриком. Поначалу я хотел вывести 5 USB выходов. Чтобы заряжать как можно больше аппаратуры. Но думаю что для таких целей. Можно применить и разлетритель если понадобится. Для выхода 5 вольт я воспользуюсь отдельным стабилизатором. LM7805 Порадовав соседей работой с зубилом. Приступаю к креплению генератора. Конструкция на мой взгляд жиденькая. Но здесь же не будет бешеных нагрузок. Так что попробую установить на двойные пластины. В надежде что генератор не будет болтаться. Если что переделаем у Владимира. Как я надеялся что все обойдется без 3D печати. Но в наше время без этого никуда. Печатать я буду конечно же вторичным пластиком. Вытянутым из ПЭТ бутылок. Как вы видели из моих прошлых видео. ПЭТ неплохо себя зарекомендовал. В работе например зубчатых колес. Вроде все крутится. Пока не зацепил электронику. Давайте померяем сколько выдает этот импровизированный генератор. Да конечно с легкостью можно накрутить до 60 вольт. Да и скорость вращения не совсем большая. Но это же на холостом ходу. И при нагрузке будет крутить намного сложнее. Но вот так характеристика выглядит в амперном соотношении. Надо контролировать скорость вращения этой халабуды. Воспользуясь вот этим китайским вольтметром. Не нашел ничего проще как вырезать корпус для вольтметра. Из пенополиэтилена. Материал мягкий, податливый. Скажем так амортизирующий. Например при транспортировке. Напряжение на этой халабуде скачет. И нужен какой-то понижающий стабилизирующий модуль. Нашел китайский LM2596. Заявляет, что это 3 ампера. Но я сомневаюсь. Давайте попробую испытать. Я и планирую поюзать инвертор. Так сказать преобразователь 12 220 вольт. Этот стабилизатор конечно же никакой. И как только мне придет с Китая 10 амперный. Сразу же поменяю. Осталось поставить конденсаторы. И можно закрывать этот генератор. У меня есть огромнейшие конденсаторы. На 47000 микрофарад. И представляете на 100000 микрофарад. Думаю с конденсатором на 100000 микрофарад. Можно было бы крутнув пару раз педали. Заряжать минут 20 телефон. Но к сожалению у меня нет места куда его воткнуть. И придется поставить с меньшей емкостью. Кстати вот я сразу не подумал. Можно было напихать еще в трубу. Литий-ионных аккумуляторов. И тем самым накапливать энергию. Вот по этому поводу у меня и создана группа в телеграм. Где можно обсудить что и как сделать. Одна голова хорошо. А если будет еще пару тысяч. То мы с вами и сколкован огнем. Да и Роскосмос. Так что не стесняйся подписывайся. Ссылочка в описании. Остались конечные проверки. По линиям 5 и 12 вольт. На всякий случай. Чтобы гаджеты свои не сжечь. Педальная электростанция готова. Давайте Катерина презентует ее. Катерина очень переживает. Что наши европейские партнеры отказались от российских энергоносителей. И теперь простым гражданам очень дорого заряжать. Всевозможные средства коммуникации и мультимедийные развлечения. В связи с этим Катерина попросила меня помочь решить данную проблему. Поставив несколько задач. Первая аппарат должен быть собран из вторичных комплектующих на 80%. Вторая задача это выработка стандартных напряжений 5 вольт и 12 вольт. Ну и в каких-то экстренных случаях 220 вольт. Плюс ко всему еще задача стояла в накоплении энергии. Также Катерина захотела чтобы аппарат был мобильный. Пройдя небольшой курс обучения по эксплуатации бомж электростанции. Катерина приступила к приемке данного аппарата. Эксплуатация аппарата оказалась очень простой. Нужно всего лишь физическую силу преобразовать во вращательные движения. Руководствуясь вольтметром. Так для генерации 5 вольт вы не должны снижать обороты до 7 вольт. Ну а для генерации 12 вольт соответственно держать обороты на уровне 15-16 вольт. Сам вольтметр зацеплен до стабилизаторов. Ну и конечно же аппарат послужит спортивным снарядом. Год абонементов в спорткомплекс стоит от 50 до 80 тысяч рублей. На данном аппарате возможно прокачать не только мышцы ног, но и верхнюю часть. А что если надо зарядить сразу несколько гаджетов? Для этого предусмотрен USB разветвитель. Так что вы смело можете заряжать не только телефон, а всевозможные фонарики, повербанки, аудиоколонки и прочую 5 вольтовую электронику. Конечно крутить будет чуть посложнее, но для 5 вольт большие обороты совершенно не нужны. Также Катерина мне поставила 220 вольтовую задачу и для этого я предусмотрел инвертор 12-220 вольт. В этом случае обороты на вольтметре рекомендуется держать на уровне 15-17 вольт. Хотя можно было подключить просто светодиодную ленту. Катерина мне подкинула более сложную задачу, например зарядить ноутбук. Конечно же сидя на диване неудобно производить генерацию. Пришлось подобрать Катерине более подходящее рабочее место. Кстати нужно ставить регулированный стабилизатор и тогда можно было бы обойти инвертор. Подключив ноутбук к генератору, для этих целей придется ставить 2 вольтметра. Ну и теперь что касается накопления энергии. Зарядка аккумулятора будет происходить через диод, чтобы обратное напряжение на генератор не пошло. В этом случае Катерине придется крутить педали пару часов. Ну а теперь что касается мобильности бомж электростанции. Да и этот вариант предусмотрен. Колеса от коляски подошли как-никак кстати. Также имеется регулируемая ручка для пешего передвижения и не только для пешего. Ну как тебе такой генератор? Как считаешь? Получился? У меня есть еще планы на этот двигатель. Давай покажу. Да я уже показывал этот генератор в прошлом году. Видео солнечная панель из 300 транзисторов. Но к сожалению я не нашел куда же его разместить. Может быть получится найти место в этом году. Территория для такого аппарата должна будет ограждена. Потому что какой-нибудь дятел по любому захочет сунуть туда ненужную ему руку. Если тебе будет интересен такой проект, подпишись, жамкни колокольчик и напиши букву под видео, чтобы я знал стоит ли заморачиваться. Как бы передать этот зеленый источник энергии, малышке гретьте. Ведь она же против ископаемых энергоносителей. Ребятки спасибо большое тем, кто перечисляет мне денежки на мои самоделки. Вот я сейчас их выведу сбоку. Но я с тобой не прощаюсь, не болей и хранить тебя Господь. До встречи! Субтитры сделал DimaTorzok